19 марта глава Чуваши и члены правительства провели свой рабочий день в районах республики. Они встречались с депутатами районных и городских собраний, сельских поселений и жителями. О чем шла речь, смотрите в нашем репортаже. Развитие экономики и сохранение социальной стабильности в городах и районах, несмотря на экономические трудности. На этом сделал акцент в своих выступлениях Михаил Игнатьев в Шимуршинском, Бадыревском районах и в Канаше. В 2013-м Чувашия стала 14-й в рейтинге эффективности деятельности и получила премию в размере 165 миллионов рублей. В 2014-м показатели оказались еще лучше, однако геополитическая ситуация внесла коррективы в формирование государственной казны. Правительство Чувашии вынуждено уточнять консолидированный бюджет на 2015 год. Это в свою очередь затронет местные районные бюджеты. Учитывая недобор налоговых и других доходов, муниципалитетам следует пересмотреть точки роста. Сделать все финансовые схемы максимально прозрачными. Кроме того, имущество и земля тоже должны приносить деньги в казну, а не лежать мертвым капиталом. Хозяйственный подход должен быть во всем, отметил глава Чувашии. В последние годы из резервного фонда президента Российской Федерации наша республика получает средства на ремонт учреждений образования и здравоохранения. И правительство Чувашии сделает все, чтобы достойно завершить нынешний год и получить поддержку в следующем. Начиная с 2016 года будет утверждена федеральная программа строительства, модернизации и реконструкции наших общеобразовательных школ. И с этой точки зрения, в принципе, мы будем дополнительные инвестиции получать и будем строить в приоритетном порядке тех муниципальных образований, где на самом деле есть в этом необходимость, где демографические ситуации положительные. Эти заявления нашли отклик у жителей. Юрий Фролов, заслуженный механизатор Чувашии, поблагодарил Михаила Игнатьева за снижение трудового стажа для присвоения ветерану труда и предложил реализовать интересный с его точки зрения проект. Раньше бывало ни одного класка у нас земли не пустовало. Почему? Мы картофель выращивали для всей Саратовской области. Помните все? Помните. Так же можно капусту, морковь, свеклу и так далее. Но нет, товарищи, у нас такой заготовительного пункта, чтобы человек за одну тонну, полтонну куда-то в Канаш ехал. Где-то организовать надо такое, как было в старину. В старину даже на нащадях ездили, собирали по деревням. Мне кажется, вот это, если мы организуем, мы завалим республику и воштами, и всеми другими. За этим предложением последовало и другое. Наши земляки просили бы вас, Михаил Васильевич, баллочироваться на следующие выборы также кандидатом главы республики. Руководители органов исполнительной власти не только отчитались по итогам прошлого года, но и говорили о планах на нынешний. Они весьма амбициозны, ведь этот год должен показать, на что способны наши земледельцы в условиях продовольственного эмбарго. Завершающим аккордом всех встреч стало вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Редактор субтитров А.Семкин